С нами на связи антикризисный советник, главы Офиса Президента Украины, Михаил Подоляк. Михаил, здравствуйте. Добрый день. С вашего позволения начнем с вот этих вот документов, которые слили в сеть. Сегодня утром появилась еще одна информация о том, что еще пакет документов слили. Все же, что это? Да, классическая информационно-психологическая операция, которой занимается Российская Федерация. То есть это достаточно частая практика, делается это очень просто. На мой взгляд, здесь все предсказуемо и все уже очевидно, особенно со второй порцией документов. То есть, грубо говоря, в этих документах, вот просто смотрите, когда содержимое смотришь, то есть смотришь, что там написано, а этим анализом никто не занимается, то ты видишь, это никакие не оперативно-тактические данные, безусловно. Это никакие не сценарные наработки с точки зрения или контрнаступления и так далее. Это обычные мониторинговые данные. Мониторинговые данные, которые обсуждаются где-то. Ну, то есть, грубо говоря, как готовится подобный продукт. Ты берешь объективные мониторинговые данные, ну, то есть настоящие, добавляешь в них фейковое содержание дополнительное, или добавляешь немножко элементов перехваченных, там, телефонных разговоров или каких-то других разговоров и так далее. Делаешь свои выводы, оформляешь это в виде красивой картинки и, соответственно, размещаешь в тех или иных социальных сетях, на которые часто заходят, например, журналисты определенных изданий. Все. Дальше идет развитие, стандартное сценарное развитие скандала. Вот смотрите, документы, это слив, это секретные данные, это то, что будет происходить с контрнаступлением. И тут Россия решает всего лишь навсего три задачи. Очень простые. Первое, она вносит раскол между партнерами, ну, пытается внести, по крайней мере, раскол между партнерами. Второе, вводит партнеров, ну, нас, там, другие страны, должно по задумке ввести в состояние, а давайте-ка искать источник утечки. Ну, то есть, соответственно, вот эти такие внутренние, знаете, начинаются процессы, то есть ты уже в это время не смотришь на то, что происходит в глобальном плане, но начинаешь смотреть, откуда-то произошла эта утечка, допустима ли эта утечка и так далее. И, наконец, третья составляющая, Россия как бы своему электорату, говорит Россия, я веду электорату, который накануне контрнаступления там напрягся немножко, говорит, смотрите, мы контролируем ситуацию, мы знаем все, что касается обеспечения Украины, по каким направлениям пойдет. Более того, мы контролируем отношения Соединенных Штатов с другими странами, Ближний Восток и тому подобное. Ну, и, соответственно, для Украины вносится такое, да, паническое настроение, смотрите, обеспечение не на нужном уровне, направление основных ударов там кто-то знает якобы, при том, что, еще раз подчеркиваю, в этих бумагах ни про какие оперативно-тактические, логистические цепочки точно не говорится. Но ведь расследование все равно будет, журналисты сообщают, что Пентагон уже его начал. Как вы думаете, насколько оно будет результативным? Найдут ли кто, ну, понятно, что Россия за этим стоит, ну, кто конкретно это совершил, как это все происходило, как это все формировалось, кто придумывал и кто, собственно, запустил этот информационный фейк? Ну, безусловно, расследование нужно проводить в любом случае. Почему? Потому что сам факт использования в информационно-психологической игре таких технологий, он требует все-таки выяснения, есть ли откуда какая-либо утечка. Это превентивно, это нужно выяснять. Ну и, соответственно, нужно разбирать все этапы появления, на каких пабликах первично, какая там информация действительно есть объективная, с открытых брифингов, подчеркиваю, с открытых брифингов, какая информация есть так или иначе получена в результате тех или иных разведывательных действий со стороны России, кто эту операцию модерировал на первом, втором, третьем этапе и так далее. То есть, на мой взгляд, расследование всегда нужно проводить, особенно если это была публикация тех или иных материалов. Знаете, я напомню другую публикацию. Буквально месяца полтора назад, вы помните, системно и одновременно вышла сразу в нескольких изданиях информация по поводу причастности, якобы причастности Украины к подрыву северных потоков. Ну то есть, какие-то типа утечка из следственных органов, вот, пожалуйста, яхты, вот, пожалуйста, какие-то материалы, вот проукраинский олигарх, проукраинская группа и тому подобное. Вот, когда системно одновременно появляется на многих площадках, точно так же, как сейчас, то в любом случае это похоже на абсолютно точно компанию, конкретную компанию, абсолютно точно модерационная компания, абсолютно точно она кем-то модерируется. Заинтересантом в этой компании является, например, Российская Федерация, несомненно. Но участвует ли в этой компании прямо, опосредованно или неосознанно кто-то из других стран, вот это нужно установить. То есть, есть ли кто-то, кто так или иначе, еще раз подчеркиваю, осознанно или неосознанно подыгрывает российской информационно-пропагандистской компании. Тут, знаете, еще вот, что удивляет, это как раз вот конкретная информация о, в этих документах, да, конкретная информация о количестве погибших российских военных за год полномасштабной войны России против Украины, которая там составляет что-то от 15 до 17 тысяч человек. Это при том, что даже верифицированные российскими же оппозиционными журналистами данные просто взяты из открытых источников, из сайтов местных, там, не знаю, Краснодара, Ижевска и так далее, о сообщениях о гибели российских военных, которые публиковались там массово до апреля-мая месяца, а потом, судя по всему, тихо запретили эту информацию публиковать. Вот даже вот этим цифрам уже давным-давно это превосходит названное число. На кого рассчитана вот такая вот топорная вот эта подделка? Или в этом случае, как многое, что делается в России, по принципу, хотели как лучше, получилось как всегда? Ну, Черномордино цитировать не будем, потому что это, в принципе, является исторической миссией России делать всегда как лучше, а получать как всегда. Да, тем не менее, вот эти документы как раз, вот я с иронией говорю слово, документы рассчитаны на классический современный русский интеллект. Они абсолютно не критичны и не выдерживают критики. Вот Россия, используя, еще раз подчеркиваю, частично открытые данные, открытые данные, она попыталась решить две задачи, две задачи. Ну, вот просто Россия так работает, да, и таким образом она сама себя всегда подсекает, почему, собственно, можно к этому относиться с большой долей иронии и достаточно спокойно, потому что нету никакой реальной утечки каких-то секретных материалов. Вот Россия пыталась решить две задачи. Первая — это внести определенный раскол, о чем мы только что говорили, между партнерами, типа ищите там между собой кто из вас что сливает, не доверяйте друг другу и так далее. Это первая часть психологической игры, но и попутно они решили, так давайте еще и одну вещь сделаем, это покажем своему обществу, что у нас практически никаких потерь нету, то есть, соответственно, все это проявление информационной истерии, которая модерируется Западом, мы на самом деле настолько эффективно воюем. Вы понимаете, абсурдность этого. Мне кажется, что даже для современного российского мозга это выглядит чрезвычайно абсурдно. То есть у вас настолько все успешно, что вы проводите уже там третью, четвертую или даже пятую условную волну мобилизации. То есть вы уже там набираете 400-500 тысяч человек. То есть настолько круто, что вы берете всех подряд, что вы ищете, истерически ищете оружие в Иране, условно говоря, в Северной Корее, пытаетесь уломать Китай, пойдя на любые условия, чтобы они тоже предоставили какое-то оружие. Вы начинаете расконсервировать технику Т-54, Т-55. Вы все делаете, но при этом у вас практически нету никаких потерь, там 7 самолетов потеряли. Но нелепо ли это? Это безусловно нелепо. Но в любом случае Россия сегодняшняя, я имею в виду с точки зрения модерационных процессов, с точки зрения представителей элит, которые должны отвечать за те или иные сегменты, она настолько неадекватна, что они используют вот эти технологии. Вот понимаете, вот возьмем, например, взрыв в Петербурге, теракт в Петербурге, это внутренний, еще раз подчеркиваю, внутренний теракт, который связан исключительно с внутриполитическими процессами в самой России. Так вот, в результате этого теракта одним из аргументов было сказано, смотрите, вот этой девушке передали, Трепова передали статуэтку, предложили передать статуэтку, которую подорвет, условно говоря, военкора, и за это ей предложили стать редактором в украинском медиа. Но вы понимаете, что такие аргументы на таком уровне выглядят крайне нелепо. Ну и, соответственно, вот это все свидетельство о тотальной деградации российских аргументационных пропагандистских площадок. То есть, соответственно, это хорошо, потому что вот эти искривленные данные однозначно указывают на определенные задачи, которые решались этими искривленными документами. Ну и, соответственно, они не имеют никакого, еще раз подчеркиваю, отношения к реальным утечкам. Тем не менее, вернусь назад на два шага, безусловно, провести расследование превентивное нужно, потому что мы, видите, по Украине постоянно СБУ работает с точки зрения выявления тех или иных после 14 месяцев войны, тех или иных информационных агентов, которые работают по наводке для Российской Федерации. Ну, безусловно, и в глобальном политическом пространстве до сих пор есть субъекты, которые так или иначе ориентированы были годами на Российскую Федерацию. Безусловно, вот такие кейсы позволяют этих субъектов случайно или осмысленно вывести на чистую воду. То есть такие процессы надо проводить. Но еще раз подытожив, несомненно, никакой эффективной ценности в этих документах нет. Вы вспомнили, сказали о том, как военные руководства политической Российской Федерации не оправдывают вот эту затянувшуюся, мягко говоря, так называемую специальную военную операцию, о том, что они говорят, что все идет по плану. Я на днях читал сводки Минобороны Российской Федерации как раз за период 24-го, там, 28-е, 27-е февраля 22-го года. И вот там, значит, говорилось о том, что и ПВО вся разгромлена. А сейчас ты смотришь, да, вот этих всех Симоньян, Скобеевых и так далее, о том, как они возмущаются, чего же мы не можем там самолеты использовать в Украине, если мы говорили о том, что все ПВО и вся авиация украинская уничтожены. Вы сказали о том, что вот эти вот документы, они направлены в том числе для того, чтобы посеять некий раскол между союзниками. Но в этом же случае все выясняется достаточно просто. Или российские спецслужбы, они что думают, что союзники, там, Украина и Соединенные Штаты Америки, они между собой не общаются? Ну, не совсем все просто всегда выясняется. Смотрите, человеческая природа такая, она всегда несколько подозрительна, то есть всегда есть какие-то сомнения. И расчет именно на психологическую компоненту в этой операции. То есть, грубо говоря, Россия точно так же думает, что мы что-то там скажем, и люди будут друг на друга смотреть с определенным эффектом недоверия. Да, они между собой будут общаться, но в любом случае, вот даже вы в межчеловеческом общении, в повседневном своем общении, все равно, когда говорите с людьми, иногда возникает такое послевкусие, что ты что-то, вроде бы он сказал, вроде бы я верю, вроде бы логика, но с другой стороны, как бы есть какой-то элемент сомнения. Вот именно, скажем так, разворошить вот это сомнение, увеличить его, масштабировать сомнения вот в этом задаче. И таких операций должно быть много. Посмотрите, первый слив документа, второй слив, потом еще будет где-то, потом еще появится какая-то статья. Вы помните, неоднократно появлялись статьи, что, например, между нами и нашими партнерами есть там недопонимание по каким-то там, например, поставкам военной техники или недопонимание по поводу военных целей, которые мы уничтожаем и так далее. То есть в эти темы входят те или иные медийные площадки, масштабируют эти темы и возникает ощущение, что действительно мы на некоторые вещи смотрим по-разному. Это не означает, что у нас нету коммуникации. Безусловно, у нас отличная коммуникация с партнерами. Безусловно, что мы эти ситуации проговорим. Безусловно, что мы проведем совместное расследование, если нужно, или отдельное расследование, а потом сверим полученные результаты и так далее. Но тем не менее, вот когда десятки, сотни подобных, знаете, вбрасываются информационных провокаций, которые должны посеять это сомнение, оно в любом случае будет сеяться. То есть с ним надо просто работать. Еще раз, то есть не надо думать, что ты с человеком о чем-то поговорил. Я сейчас беру вообще просто человеческие измерения в отношениях, да? Ну, то есть индивидуальные измерения. То есть не надо думать, что ты договорился один раз, и не нужно иногда правила проговаривать еще раз, и не нужно когда-то говорить доверительно в каких-то сомнительных ситуациях. То есть всегда нужно возвращаться к тому, чтобы проговорить еще раз что-то. Это очень важное правило. Особенно во время войны, когда Россия делает одну из фундаментальных ставок сейчас. Смотрите, вот они вложились в так называемое наступление. Мы не будем анализировать итоги этого наступления. Это Генеральный штаб Украины может сделать в полном объеме, сколько было уничтожено, какие оперативно-тактические задачи были решены с нашей стороны, какие оперативно-тактические задачи не были решены со стороны России. Но, тем не менее, они вложились в военный инструмент и занимались там целую, скажем так, осень-зиму обстрелом, например, критической инфраструктуры. Нет, не помогло им это. Дальше вложились в наступательный инструмент, то есть, условно говоря, не помогло это. Сейчас они активно вкладываются в информационно-гибридный инструмент для того, чтобы посеять и сомнения, и панику, и неуверенность, и так далее. То есть это элементы войны. Мы к этому должны спокойно относиться, постоянно комментировать, вести доверительные разговоры со своими партнерами. И, собственно, это у нас получается. Что касается начального вашей части, вашего ответа по пропагандистам российским, что они там говорят и так далее, и почему они сейчас удивляются невозможностью использовать ту же авиацию на территории Украины, так они никогда не владели информацией. Смотрите, российская пропаганда всегда строилась на фейках. Другой вопрос, что никогда факт-чекинга этих фейков не было в мире. То есть все доверяли масштабу российской пропаганды. Вот Россия на десятках, на сотнях, тысячах тех или иных площадок, не только, собственно, российских, а в Европе, в Латинской Америке, в Америке и так далее, проговаривала какие-то тезисы. И в начале войны они точно так же делали. Они сами придумали концепцию. Мы к 24-го, к 15-й, уничтожили уже все ПВО, всю авиацию в Украине, буквально через час мы захватим города, крупные города, включая Киев и так далее. Вот они сами это говорили в расчете на то, что мир это воспримет как достоверную информацию. То есть, еще раз, у пропагандистов российских нету реального доступа к объективной информации, никогда не было. Задача российского пропагандиста масштабировать заведомый фейк, превратив его многократным повтором в якобы правду, в якобы реальность. Вот они сейчас продолжают это делать. Поэтому относиться к ним серьезно, но это должно вызывать и у вас, и у меня иронию. Надо ли нам с этим противодействовать этому? Безусловно, мы должны продолжать на разных площадках говорить то, что есть объективной информацией и аргументировать ее. Вот точно так же, как по вот этому, например, вбросу, по вот этому сливу, нужно точно анализировать, где появилась, какая часть содержательная, что он там содержит в этих, условно говоря, 100 документах, ну или там 78, неважно, и так далее. То есть, какие цели преследуют, какие основные акценты там сделаны, и так далее. Это нужно разъяснять, 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 что, собственно, вы и делаете, и это отлично. Про Крым. Украина неоднократно, четко, бескомпромиссно дала понять, что Крым это не предмет торга, рано или поздно полуостров вернется под контроль Украины, будет украинским. Эту позицию украинскую поддерживают и наши западные партнеры. При этом периодически появляются некие миротворцы, вот как, например, президент Бразилии, который предлагает уступить крымский полуостров России, дабы закончить войну. Как мировое сообщество должно реагировать на вот подобное заявление, в частности, заявление президента Бразилии? Два способа реакции. Либо игнорирование, такое ироничное игнорирование, то есть нет смысла возвращаться к тому, что уже умерло. То есть эти концепции, отдать что-то, потому что будет у вас мир, умерли в 2014 году. Наоборот, отдать что-то, это означает эскалацию. То есть, несомненно, вот отдали часть территории Украины в 2014 году, к сожалению, получили резкий рост милитаризации России, резкий рост агрессивных настроений, абсолютный отказ от международного права как таковой. Ну, безусловно, это нонсенс. И мне кажется, и второй способ реакции, если необходимо объяснять людям, то, наверное, на разных площадках нужно говорить, почему это так не работает. Ну, то есть, смотрите, нельзя даже думать о такой конструкции, потому что к тебе зашли, тебя 14 месяцев убивают, нарушая при этом международное право, по которому, я надеюсь, господин президент Бразилии всё-таки живёт и к которому относятся серьёзно, а не как Российская Федерация. То есть, у тебя забрали часть суверенитета, у тебя забрали часть территории, твоих людей жестоко убивают. Причём пришли убивать именно умышленно, разрушая Украину. Не просто инфраструктуру, а именно идентичность Украины, собственно, концепцию Украины как страны, суверенной страны. То есть, тебя убивает массово гражданское население, геноцидным типом, у тебя воруют детей и вывозят, совершают десятки тысяч преступлений военного плана на твоей территории. После этого ты должен, ну, сражаясь за своё право быть свободным, 14 месяцев, заплатив за это высочайшую цену, ты должен сказать, хорошо, я согласен отдать, ну, то есть, грубо говоря, меня убивали, меня вырезали, но я теперь согласен отдать территорию, чтобы меня больше не убивали. Ну, это же нонсенс, правильно? Но, если отойти от эмоциональной составляющей, перейти к прагматичной составляющей, я очень жалею, что не все лидеры, которые становятся лидерами других государств, располагают возможностью причинно-следственной связи понимать в полном объёме. Вот смотрите, что произойдёт. Передача той или иной части Украины, России, ну, отказ от, например, освобождения той или иной части Украины, оккупированной территории, приведёт к следующему. В России не начнётся процесс политической трансформации. В России останется эта элита, которая сегодня, которая страдает агрессивными реваншистскими настроениями. Эта элита, обиженная на весь мир, начнёт инвестировать гораздо больше денег в реваншизм, то есть в накачку своего населения дальше, милитарными планами. Она начнёт инвестировать деньги в собственную военную промышленность с учётом опыта этой войны. Она начнёт инвестировать деньги в хаотизацию глобальных политических отношений, то есть в террористические организации, в радикальные группировки политические, в попытки организовать государственные перевороты, в политические убийства, инвестировать в такие страны дополнительно, как Иран, Северная Корея, провоцируя их на какие-то агрессивные действия в своих регионах и так далее. То есть мы получим резкий рост хаотизации общественных отношений в мире, резкий рост милитарных настроений и, соответственно, Россия будет считать, что она войну не проиграла и, соответственно, она не будет заключать никакой там договор послевоенный о соблюдении принципов безопасности Украины, о зоне демилитаризации, о репарациях, о военных преступлениях и так далее. То есть мы с вами добровольно даём билет нам всем на войну, на следующий этап, не только Украине, потому что Россия будет активно вмешиваться в европейские страны для того, чтобы сломать вот эту поддержку Украины. Но я вам скажу так, в следующий этап войны мы уже не получим такую консолидацию вокруг Украины, потому что Россия будет работать гораздо тоньше, с общественными настроениями. Она уберёт вот этих всех, о которых вы говорили, Скобеева и так далее, понимая их никчемность. Она поставит более тонких игроков, информационных игроков. То есть, грубо говоря, человек предлагает глобальному обществу взять добровольно билет на войну, на эскалацию следующего этапа войны. Ну то есть, как бы, аргумент какой должен быть у всех, чтобы принять это предложение. Михаил, напоследок попрошу вас коротко об 11-м Рамштайне. Известно ли о том, какой запрос у Украины, и есть ли шанс договориться о поставках истребителей F-16? У нас не шанс, мы договоримся о поставках. И, соответственно, запрос Украины очень чётко сформулирован и в предложениях президента, и в предложениях отраслевого министра очень чётко зафиксировано. Первое. Снаряды, снаряды, снаряды. Второе. Беспилотная авиация. Третье. Ракеты повышенной дальности, несомненно. Четвёртое. Ремонтные базы, логистика, обеспечение бронетехники. И, наконец, пятое. Это обязательная авиация, ещё раз авиация. Не только F-16, но и A-10 штурмовики для того, чтобы, соответственно, эффективно взламывать оборону и минимизировать наши потери и окончательно закрыть небо, потому что те же, например, F-16 сегодня необходимы для эффективного противодействия новой стратегии России. Это использование планирующих бомб, авиационных бомб, которые они переделывают на, ещё раз повторяю, управляемые бомбы с дальностью 150 километров и так далее. Михаил, спасибо вам большое за, как всегда, очень информативный разговор с антикризисным советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком. Поговорили о якобы слитых документах о планах контрнаступления Украины в ходе этой войны, о заявлениях бразильского президента и о том, чего ожидать Украине от 11-го Рамштайна. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...